Плюсы и минусы самозанятых. Самозанятые – это такой режим налогообложения, он называется «налог на профессиональную деятельность» и регламентируется статьей 18 Налогового кодекса. Кто может быть самозанятым? Все граждане России без исключения, а также граждане Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана. Чем может заниматься самозанятые? Да чем угодно, лишь бы это было сделано своими руками. Например, репетиторство, дизайнеры, мастера по ремонту, электрики, сантехники, маляры, репетиторы, фотографы, домашние, кулинары и так далее. Ну, вы поняли. Главное – соблюдать два условия. Первое. Не зарабатывать больше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год и делать это самостоятельно. Никаких наемных рабочих. Разберем плюсы самозанятых. Первый – это простая регистрация. Не надо собирать бумаги, куда-то ходить, сдавать. Все делается через приложение «Мой налог». Второе – это официальный статус. Регистрация в качестве самозанятого делает заработки легальным. Самозанятый чист перед государством и работает в белую. Без рисков получить штраф за неуплату налогов. Официальный статус также позволяет защищать свои права в суде, если их нарушили недобросовестные заказчики или подрядчики. Третий плюс – это официальное подтверждение доходов для того, чтобы потом можно было рассчитывать на пенсию. Есть один нюанс. Если вы не платите, как самозанятые, страховые взносы, то пенсия у вас, к сожалению, будет минимальная. А это на сегодняшний день всего лишь 7000 рублей, 153 рубля, 33 копейки. И это с повышением на 1 апреля. Имейте это в виду. Безусловно, самый важный плюс самозанятых – это пониженные налоговые ставки. 4,6% соответственно. 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юридическими лицами. Причем эта ставка зафиксирована в законе аж до 2029 года и обещают ее не менять. Самозанятые могут получать налоговый вычет. 10 тысяч рублей раз в год. При этом вы не получите их реальными деньгами, а получите понижение налоговой ставки на 1-2% на следующий период. Еще один плюс – можно работать с самозанятым и по трудовому договору. Зарплаты будут удерживать НДФЛ 13%, а с дополнительного дохода надо будет самостоятельно платить НПД. При этом работодатель продолжит уплачивать страховые взносы с вашей зарплаты, чтобы вам шла пенсия. При этом деятельность самозанятого может совпадать с его основной трудовой деятельностью. Например, вы печете весь день торты, а вечером дома выпекаете эклеры ручной работы. Никакого нарушения здесь нет. Следующий плюс самозанятых – это можно совмещать различные виды деятельности. Например, самозанятый может одновременно писать текст на сайт, делать для него фотографии, подрабатывать репетитором и вести свой онлайн-курс по верстке лендингов, а также продвижению, например, в соцсетях. Не запрещает закон, главное не вылезать из лимита в 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Самозанятому можно нанимать исполнителей подрядчиков по договорам гражданского правового характера. А вот сотрудников штат самозанятым нанимать нельзя, ни в коем случае. Тогда это уже другой вид деятельности. Вам придется перерегистрироваться как индивидуальному предпринимателю или открывать юридическое лицо. То есть заключать договор подряды или оказание услуг можно, а трудовой нет. Например, самозанятый дизайнер сайтов может обратиться и заключить договор к копирайтеру договора оказания услуг. Еще одним немаловажным плюсом самозанятого является отсутствие отчетности. Самозанятому не надо заполнять декларации, выбирать наиболее выгодный налоговый режим, все, что от него требуется, сообщить о профессиональном доходе, сформировать чек в приложении, передать его клиенту и раз в месяц заплатить налог по той ставке, которая соответствует 4 или 6%. Следующий плюс – самозанятому не нужен кассовый аппарат. Ему не нужно даже онлайн-кассу покупать. Чеки формируются в приложении, передать их можно в электронном виде или распечатать на простом принтере непосредственно клиенту при оплате им вашей услуги. Следующий плюс – и юрлицам, и индивидуальным предпринимателям проще и выгоднее работать с самозанятыми, потому что не нужно заключать трудовые договоры. И, конечно же, еще одним большим плюсом, на мой взгляд, является то, что самозанятыми теперь можно быть в любом регионе Российской Федерации. А теперь поговорим о минусах самозанятых. Нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору в штат. Это уже совсем другая история. Вам надо регистрироваться как индивидуальному предпринимателю или открывать юридическое лицо. Если вам все-таки нужны помощники, их придется нанимать по гражданско-правовым договорам, оказанию услуг или договорам подряда. Если не платить страховые взносы, трудовой стаж не идет. И у вас по достижении 70-летнего возраста будет минимальная пенсия. На сегодняшний день это 7153,33 рубля. О, как много! Естественно, самым большим сдерживающим фактором роста этой категории предпринимателей является лимит 2,4 млн рублей в год. Все, что свыше, требует других форм и другого налогового обложения. Самозанятый после превышения лимита в течение 20 календарных дней должен перейти на другой налоговый режим. Упрощенная система налогообложения или патент. Если он этого не сделает, налоговая автоматически его переведет на общую систему налогообложения со всеми вытекающими негативными последствиями и повышенными ставками. У самозанятого нет соцгарантий и социального обеспечения, кроме бесплатного медицинского обслуживания. Самозанятым приходится рассчитывать только на себя. Нет больничного, оплаты отпуска, выплат по беременности и родам в сравнении с теми, кто работает по трудовому договору у работодателя. Налог на профессиональную деятельность нельзя совмещать с другими налоговыми режимами, например, упрощенную систему налогообложения или патент. Следующее ограничение. Самозанятому нельзя вступать в договорные отношения с текущим и прошлым работодателем в течение двух лет, после того, как он зарегистрировался как самозанятый. Налоговый в этом видит схему оптимизации налогов. Ну и также самозанятый обязан не позднее 9 числа каждого месяца сформировать чек и представить его в бумажном или электронном виде клиенту не позднее 9 числа следующего месяца после оказания соответствующей услуги. В противном случае налоговая оштрафует первый раз в размере 20% от стоимости услуги, а если это повторится в течение 6 месяцев, то уже на всю сумму дохода. А о том, как налоговая у вас будет вычислять, как от нее защищаться и банально не остаться без штанов, я рассказываю на своем бесплатном вебинаре. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok